На конференции обсуждался один вопрос и касался он нюансов строительства нового здания музея на улице Соборной. Само здание, по словам министра культуры и туризма Виталия Попова, должно предусматривать возможность правильного хранения большого количества экспонатов, которые сейчас находятся на территории Кремля. Надо понимать, что здание это особое, здание уникальное, потому что оно должно предусматривать по современным стандартам и возможность посещения маломобильными гражданами, и наличие лифтов, и самое главное, что не с того начал, настоящих правильных условий для фонда хранения, потому что у нас абсолютно уникальные экспонаты. Большой резонанс вызвало как местоположение будущего музея, так и его высотность. Очень долго мучились над этой высотностью, сравнивали, просматривали, да, и здесь, естественно, есть такая норма, что должны проходить публичные слушания. Публичные слушания проходили, это отклонение было одобрено. Что сделано, то сделано. 3 марта подрядчик уже был назначен. Строить музей будет московская фирма. В течение следующей недели с ней будет заключен договор, а потом уже начнутся работы на площадке. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...